Братья и сестры Воздать ему славу за то, что Господь возлюбил нас и дарует все потребное для жизни нашей. Слава ему, браты и сестры. Как велик наш Господь, браты и сестры, который дарует это все нам. Но сегодня, знаете, идя по жизненному пути, то, что от Господа Он все совершил, браты и сестры. Все как бы то, что было определено для человечества, написано там на кресте, совершилось. Спасение человеческое. Все остальное, браты и сестры, зависит от меня и от всех нас. Как мы в этом земном пути будем служить Господу, как мы будем себя вести в этот момент, братья и сестры. Потому что передо мной, братам, было наполнено, что Давид радовался, когда ему сказали, что пойдем в Дом Господен. Сегодня, конечно, знает каждый и знает Господь, кто как радуется, чье сердце радуется, когда мы идем в Дом Господен. Я думаю, что приходя на это место, каждый радуется, потому что какие бы ни были трудности или еще что-нибудь, мы приходим, говорить свои нужды своему Господу и верим, братья и сестры, с надеждой, что придет время, когда Господь, амин, ответит на эти нужды. Но самое главное в нашей жизни, братья и сестры, остаться ему верным до конца, идти его путем, чтобы нам самое главное не отклониться от этого пути, братья и сестры. Я хотел бы зачитать одну такую историю, братья и сестры, в книге «Царство» про одного царя, про Саула, братья и сестры. Я буду читать выборочно, прочитая, это будет 15 глава, 16 стиха. «И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью, и сказал ему Саулу, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказал, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался голоса Господа, и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саулу Самуилу, я послушал голоса Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел агага царя амаликитянского, и амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучи из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгал. И отвечал Самуилу, неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше только вновь. Братья и сестры, казалось бы, он говорит, что я сделал, как мне сказал Господь, но не до конца он, братя и сестры, сделал. Да, он что-то сделал, он пошел войной, осадил город, взял его, взял царя в плен, когда ему было сказано, все истребить, братья и сестры, все истребить, ничего не оставлять. И вот народ, увидев из добычи вот это животное хорошее, еще что-то там, какие-то вещи, привел для всесожжения, написано Господу. И вот Господь отвечает, отвечает этому царю, что неужели ты думаешь, что это все оно мне надо? Нет, надо, братья и сестры, послушание. Вот это послушание надо было Господу, Господь проверял его в послушании. Сегодня, братья и сестры, идя этой дорогой, Господь, я уверен, проверяет каждого в послушании, проверяет каждого, как мы исполняем все это, потому что все Господне. И иногда бывает, враг подходит так медленно, как бы незаметно, брата и сестры, и преподает это, заклятое, брата и сестры, чтобы, конечно, человек взял, чтобы не войти в то Царство Небесное, чтобы оскверниться, можно так сказать. И вот он взял этот Цаул, он взял, привел к себе и думал, что он правильно сделал. Но Господь изобличает его через пророка и говорит, если ты поступил так, не послушался голоса Господа, то отступил от тебя Господь, братья и сестры, отступил от него Господь. Мы дальше знаем историю этого человека, как он восставал против Давида, как его искушал враг. То есть он подался на эту удочку, он пошел, как бы исполнил то, что враг ему посоветовал, шепнул ему на ухо, возьми, это же хорошее животное, можно принести в жертву. Но примет ли Господь эту жертву, которая не нужна Господу, она заклятое, она проклято, брата и сестры. Амалик символизирует нам, братья и сестры, этот мир. И сегодня Слово Божие напоминает нам, что если мы будем брать что-то из заклятого в сердце своем, если мы что-то будем брать, какую-то добычу, братья и сестры, и приходить воздавать славу Господу, то Господь не примет это все. Не примет эту жертву, почему? Потому что она неугодна Господу, братья и сестры. Вспоминается еще такой один момент, брат и сестры, когда Господь выводил израильский народ, и вот собрал Господь его и сказал Моисею, поднимись на горе, и я буду как бы разговаривать с тобой, давать законы для Израиля. И вот поднялся Моисей, провели черту, все мы знаем эту историю, провели черту и сказал Господь, что даже если животное прикоснется, перейдет черту, будет истреблено. И вот долгое время беседует Господь с Моисеем, Моисея взял эти скрижели, и с обеих сторон было написано, там в Писании так описывается, что закон был с обеих сторон. Но вот долгое время нету Моисея, беседует он с Господом, нету его, и вот восстает народ против, ну, и говорит Аарону. Нету Моисея, мы не знаем, что с ним случилось, что мы дальше будем делать, где наш Господь. Видите, люди надеялись на Моисея, Моисея имел тесное общение с Господом, то, что говорил Моисей, исполнялось, и они знали, что если Моисей идет, значит с ними Бог. Нету Моисея, все, вера потеряна, все разбито, не знаем, что делать, как дальше двигаться. Берите, давайте свои золотые серьги, то, что у вас есть золото, давайте, и буду делать вам Бога. Взял Аарон, это все золото, мы знаем, как оно написано, вылил золотого тельца, обрезал его ножом, поставил и сказал Израиль, «Вот Господь, который вывел тебя из земли египетской». Братья и сестры, я когда читаю эту историю, я думаю, народ видел многое в этой пустыне, много чудес, видел живого Бога, который ни один народ не видел этого, братья и сестры. И вдруг перед этим тельцом он склоняется и говорит, «Вот наш Господь, братья и сестры». Иногда думаешь, Господи, когда бывает такое в земной жизни, ошибся где-то, допустил какую-то ошибку, склонился перед врагом и думаешь, «Господи, преклонился я, послушал я его, зачем? Ведь у тебя больше сил, у тебя больше то, что ты нам даруешь». Ну, дал бы нам Господь, братья и сестры, силы, не быть подобным. Это оставлено на страницах Писания нам в пример, братья и сестры, но не оставлено, чтобы мы поступали, как этот народ. Но чтобы мы были твердо, потому что там дальше пишет, что народ жестоковыйный этот. Когда Моисей сошел с горы, он увидел, услышал эти вопли, крики. Мы знаем, он подошел, кинул тельца в огонь и рассыпал его по воде, чтобы не было ничего этого нечистого, братья и сестры. И сказал Аарон, побоялся я людей, не побоялся Господа, братья и сестры, не побоялся, слышал громы, слышал, Господь разговаривал с ним. Он передавал Моисею. Вместе они были, два брата. Не побоялся Господа, побоялся больше всего людей. Надо сохранить Господь, братья и сестры, в нашей жизни, чтобы мы надеялись, уповали и слушали нашего Господа, братья и сестры. Когда мы будем исполнять, слушать это слово, Господь проведет, доведет. И какие бы трудности ни были в жизни, то с Господом, я уверен, мы преодолим их. И Слово Божие написано о долготерпении, братья и сестры, что надо иногда долго терпеть. Бывает, Господь не отвечает, бывает, Господь медлит, да, так и написано. Но написано, что в скорой подаст защиту. И надо иногда долго протерпеть. Не только терпеть, братья и сестры, но долго терпение, долгое терпение. Я прочитаю. И Яков вот описывает нам пару стихов. Написано так. Пятая глава послания Якова, седьмой стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите его. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Братья и сестры, пришествие Господне, напоминает Яков, приближается. Укрепите сердца ваши. И очень много лет прошло с тех пор, когда Яков писал это послание. Я думаю, Господне пришествие еще ближе к нам. И оно еще больше напоминает нам укрепить наши сердца. Но чтобы нам укрепить наши сердца, братья и сестры, мы должны иметь здесь, в сердце своем, Христос напомнил нам, что Царство Божие, оно внутрь нас, братья и сестры. Оно не где-то, оно внутрь нас. И чтобы создать это Царство Божие, должен быть мир, покой. Ну, как Христос напоминает, Он говорит, кто мне служит, мне да последует. Как делал Христос, так и нам надо иногда терпеть. Сколько терпел Христос? Вот исследуя Писание, да, терпел. Вот всех, братья и сестры, Он терпел. Оплевание, поругание, все. Бывая, Он исцелял, и они говорили прямо Ему в лицо. Что? Не с силой Божией ты это делаешь, а с силой Вильзиула. Ну, удалялся Христос от них, прощал и шел дальше. Братья и сестры, очень хороший пример для меня и для каждого из нас, чтобы мы сегодня укрепляли сердца свои до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Потому что не будет укрепления в сердце, не будет как бы всего этого, этих качеств. Мы можем ошибиться приблизительно, как жена Лота. Вот сказал Господь, выводит Лота из Содома и Гаморры, истреблю. Ангелы торопили его, говорили, давай выходи быстрее, потому что не можем делать свое дело. И вот он собирается, берет свое семейство, выходит. Жена Лотова, которая жила в этом городе, и, ну, я думаю, так, что в этом городе были какие-то прелести, красота, да, как, скажем, у нас Донтаун, да, красивое место, ну, как его погубить или что делать. И вот, выходя, она думает, неужели Господь все это разрушит и погубит, неужели, ну как, все, столько труда. Да, обернулась, братья и сестры, все горит, осталась соленым столбом. За что, братья и сестры, за то, что она не поверила Господу, что Господь сказал, что истребит. А назад оглядываться нет смысла, братья и сестры, нет смысла. Почему? Потому что наша жизнь, мы стремимся в тот небесный Ханаан, вперед, только к нашему Господу, братья и сестры, потому что там покой, там тишина. Там написано, что возьмите иго моё на себя и найдёте покой душам вашим. Братья и сестры, если мы будем продвигаться с помощью Божией по Писанию, то мы достигнем той цели, мы унаследуем это Царство Божие. И я хотел бы ещё одно место прочитать в заключении, братья и сестры. Написано, послание к евреям, я читаю, 10 глава, братья и сестры, 36 стих. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо ещё немного, очень немного, и грядущий придёт и не умедлит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благовлит тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Братья и сестры, Слово Божие здесь напоминает нам, что терпение, братья и сестры, надо терпение, потому что написано, нужно нам терпение, потому что исполнивши волю Божию, получат обещанное. Если будем иметь терпение, то мы получим это обещанное. Но мы не знаем, сколько ещё надо терпеть, сколько надо пройти, братья и сестры, кого что ждёт. Но мы будем уповать на нашего Господа, будем надеяться, потому что Писание пишет, «Не благоволит тому душа моя, кто колеблется», братья и сестры. И Яков тоже пишет о человеке, который колеблется. «Но да сохранит меня Господь, братья и сестры, и каждого из нас». Сегодня, в это время, такое чуть-чуть непонятное, да, немножко есть такие колебания, да, вроде бы атмосфера, вот эта жизнь, вот это всё, войны туда-сюда. Но наше сердце, братья и сестры, должно быть спокойно, уверенно, доверено Богу, чтобы нам, братья и сестры, пройти этот путь, верить нашему Господу, и Господь доведёт до указанной цели. Аминь.